Парадокс щенка Золоса. Все хвостики проходят не только через руки волонтера, но и сердце. Наверное, нашу сегодняшнюю статью о домашнем мини-приюте собаки Семашка нужно начать с дословной цитаты слов его хозяйки, волонтера Марины Абельдяевой. Дорогие мои друзья, ну прямо не знаю, что и думать. После того, как мы с Золосом сходили в клинику, и там оказалось, что барышня практически здорова, меня просто забросали предложениями по ее определению. Пару раз написали даже те, которые в феврале предлагали ее сыпить, чтобы она не мучилась, когда все было достаточно туманно. Я из-за этого просто в шоке. Во-первых, Марина Абельдяева не предлагает дарить счастливый билетик хвостикам с пожизненной диетой с заболеваниями. Ну, то есть, другими словами, она их не выставляет на пристройство и не пиарит по этой причине. Во-вторых, теперешнее состояние собаки – это полностью заобслуга ее молодого организма и иммунитета. В-третьих, мы этого добились тяжелым трудом, опытом докторов, диетой, бессонными ночами, в конце концов. И, наконец, не знает волонтер, нужно ли объяснять, что золотце для нее стало за все это время как родной ребенок, болезненный и потому любимый. Вы бы отказались бы от своего ребенка, если он болеет. И потом золотце – это самая ее большая победа за всю многолетнюю практику волонтера. Наверное, у каждого волонтера есть несколько хвостов, которые навсегда рядом с ними, потому что они понимают, что больше никто так о них не позаботится, как они сами. Волонтер никогда даже не циклась об определении золотца вне стен приюта. Хвостиков с диетой женщины доверяют только проверенным людям, которых знают лично и не один день. И уж точно не тем, кто месяц назад не хотел бороться за нее. О чем может говорить такой поступок людей? Только лишь о том, что случись, не дай бог, что-то опять с животным, оно окажется ненужным и останется без дома в лучшем случае. А в худшем – ну, сами понимаете. И это без единого шанса и попыток оказать помощь, так как такие просто не хотят возиться с проблемным бездомным щенком. Мне не безразлична судьба всех, кто проходит через мои руки и сердце. Была бы возможность, оставляла в приюте всех, были бы для этого соответствующие условия и средства. Спасибо за понимание. Поясняет свою точку зрения волонтер.